Продолжение следует... Рома высадил пассажиров посреди реки на Таймыре. Он не мог причалить из-за мели. Судно двигалось по рейсу «Дудинка-Носок». Подойти к пристани не получалось. А на борту была только одна шлюпка, и то якобы дырявая. Пассажирам пришлось вызывать знакомых на лодках. Дети и пожилые в темноте во время шторма спускались по трапу. Но обошлось без ЧП. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Красноярцам в железнодорожном районе не вернули горячую воду. Жители дома на железнодорожниках 21 жалуются, что уже больше 10 дней пользуются тазиками и бойлерами. Представители управляющей компании «Меркурий» три дня убеждали людей, что задвижки открыли и во всем винили из ГК. А сегодня теплоэнергетики заявили, что воду на кипяток подали вовремя. И, вероятнее всего, слесари «Меркурия» открыли не все вентили и не стали в выходные устранять проблему. Пока идет спор, дом остается без воды. Бельчонок по кличке Соболек идет на поправку. Он уже уверенно стоит на ногах, сообщают волонтеры. Напомним, зверька нашли покалеченным в Центральном парке. Соболек не мог ориентироваться в пространстве. По одной из версий, бельчонка палкой ударил посетитель. После реабилитации пушистый пациент, возможно, вернется обратно в парк. Красноярцы смогут увидеть яркую комету, которую две недели назад открыл японский астроном-любитель. Хидео Нисимура увидел ее в созвездии близнецов. Сейчас она летит по направлению к Солнцу и с каждым днем становится ярче. Лучше всего комета будет видна красноярцам утром 8 сентября при хорошей погоде. Астрономы советуют брать телескопы или бинокли.